А сейчас о популярном культурном проекте. Пушкинская карта набирает обороты. Молодежь не упускает возможности просвещаться и с удовольствием посещает все культурные события региона. В Тверской области оформлено уже более 41 тысячи карт. Подробнее о проекте и какие мероприятия пользуются самым большим спросом у тверичан, расскажет наш корреспондент. Напомним, что Пушкинская карта — это карта мир, на которую уже начислены средства от государства. Их можно потратить при посещении мероприятий в учреждениях участников проекта. На данный момент мероприятия доступны в 31 учреждении региона — федеральных, государственных, муниципальных и частных. Удобно и то, что все находится в одном приложении культуры. Здесь вы сможете посмотреть афишу предстоящих событий и, соответственно, приобрести билет онлайн. Стоит также отметить, что владелец Пушкинской карты может приобрести билет на то или иное культурное мероприятие в любом регионе нашей страны, вне зависимости от того, в каком городе была оформлена эта карта. А с 2022 года Пушкинская карта — это еще и пропуск в мир кино. На билеты в кинотеатры можно потратить 2000 рублей. К примеру, можно сходить в киноконцертный зал «Панорама» на интересные российские фильмы совершенно бесплатно. Стоит лишь приобрести по вашей карте билет на кассе в бизнес-центре «Тверь» или на официальном сайте «Панорама». Пользуется спросом также музейно-выставочный центр, который с начала осени радует молодежью выставками. Сальвадор Дали, сюрреализм — это я и поп-арт. Пушкинская карта популярна не только в музейно-выставочном центре, в целом везде. У нас проходимость по Пушкинской карте больше 80%, что довольно-таки большой процент от общего посещения. К примеру, на выставке поп-арт зрители смогут оценивать непривычные формы, скандальные образы и составить собственное мнение о работах жанра поп-арт, которая так востребована у молодежи. Помимо выставок и кино, театры также популярны у молодого поколения. Так, за нынешний театральный сезон состоялось более 70 выездных спектаклей. В Андреаполе, Конакове, Торопце, Осташкове, Кимр, Худомле и Лихославле, где состоялись показы свыше 100 спектаклей.